В Якутске стартовал региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников по предмету ОБЖ. За теорией и практикой этого мероприятия наблюдала Нергуяна Егорова. Участниками Олимпиады регионального этапа выступают 19 команд. Олимпиада проводится целью повышения уровня физической подготовленности, пропаганды научных знаний в области ОБЖ, выявления лучших учащихся общеобразовательных школ республики. В теорической части даются задания, ситуации жизненные, экстремальные. И ученик должен разобраться и написать точный ответ, как последовательность, как он должен выходить из этой ситуации. Сегодня теорию сдают 10-11 классы. Впервые в этом году, независимо от места проведения часовых поясов, Олимпиада началась в один и тот же час по московскому времени. А практическую часть Олимпиады проходят девятиклассники. Потом делаем непрямую массаж сердца. Ситуации разные. Например, нужно помочь пострадавшему, который находится в опасной зоне с повреждением кожных покровов. Здесь оценивается быстрота и ловкость, умелость, реактивность реагировать, на внештатные ситуации оказать первую медпомощь. Мне легко довольно дался тур по городскому. Здесь сразу видно, более тщательно подготовились. Знания такие непредсказуемые. Даяна Кардашевская, некогда сама выступающая за родной Чуропчинский УЛУС, нынче студентка Института физической культуры и спорта и выступает в составе комиссии. В 11 классе заняла призовое место и получила сертификат на 100 баллов на поступление в КИС по специальности безопасности жизнедеятельности. Также ежегодными участниками являются ученики Намского УЛУСа. Несколько раз становились участниками финала Всероссийской Олимпиады по предмету ОБЖ. С УЛУСа 7 учащихся, именно из гимназии 2, которые в прошлом году были призерами. Поэтому получили вызов и приехали. Итак, завтра к теории приступят 9 классы, а старшеклассники покажут свои умения уже на практике. Победители представят Якутию на Всероссийском уровне. Финал пройдет в апреле в Санкт-Петербурге. Юргияна Егорова, Владимир Таюрский, НДК Саха, Якутск.